Еще в первых выпусках я говорил смените место голосования для того, чтобы исполнить ваш гражданский долг. Почему это я говорил в январе? Для того, чтобы этот процесс занял не больше 10 минут вашего времени. Но наш народ не такой, наш народ интересный, наш народ особенный. Наши подождут, пока петух жареный в попу клюнет, а потом начнут думать, да? 25 марта. Последний день, когда можно сменить место голосования. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а что значит фраза «петух жареный в попу клюнул»? Вот это очередь. Что значит фраза «жареный петух в попу клюнул»? Ну, в последний момент. А вы знаете, что значит «жареный петух в попу клюнул»? А-ха-ха, ну я, походу, догадываюсь, да. Ну, это когда, наверное, в последний день, когда ты приходишь подать документы на изменение места голосования, там, в общем, очень весело. Что значит фраза «петух жареный в попу клюнул»? Слишком поздно одумался. Да, а вот в каких случаях она применяется? Ну, вот сегодня она применяется. Употребляется она, допустим, в каких случаях? Употребляется. Это значит, настало такое время, когда безвыходное положение. Что значит фраза «петух жареный в попу клюнул»? Ого. Это как мы сегодня пришли сюда, знаешь. Это как мы в последние полчаса пришли заполнять вот эту дичь. Ну, когда уже в последний момент что-то случилось, и ты уже... Что значит фраза «жареный петух в попу клюнул»? Когда уже совсем капец. Когда уже совсем капец. А в каких случаях она используется? Вот сегодня как раз этот случай. А что сегодня? Последний день, когда можно подать документы. Ну, вы же пришли и подали, правильно? Умнички мои, молодец. Ну, как опаздываешь. Скажите, а вы здесь ждете чего? Мы не ждем, мы работать пришли. Представляю, как себя сейчас чувствуют работники администрации. Сука! Это ж они, наверное, столько людей видели, когда еще в стране было 52 миллиона. Вот у меня вопрос к ним. Скажите, пожалуйста, а вы что, не могли заранее подготовиться к такому потоку? Или у вас как 2ТБ только одна касса работает? Вот скажите, пожалуйста, почему в стране У всегда все через Ж? Как же это уже все З? И я сейчас не про В. А сейчас я хочу обратиться к людям, которые на предстоящих выборах планируют заработать на фальсификации. Я сейчас не буду говорить, какие сроки вам за это светят. Я не буду напоминать, что если власть поменяется, то каждая ваша лжебюллетень в 12 часов как тыква превратится в статью. Я просто вас хочу попросить подумать не о вашей личной выгоде, а о выгоде ваших будущих поколений. Конечно, уважаемые и неуважаемые фальсификаторы, не факт, что вы меня смотрите, потому что я не являюсь вашей целевой аудиторией. Но мне кажется, что меня смотрят ваши дети и внуки, которые смогут с вами пообщаться и отговорить вас от этой сделки совестью. Потому что сегодня эта сделка совестью, завтра эта сделка сделана. А послезавтра что? А послезавтра пятница. Спасибо, Русик.